Третья партия с Десентаксисом. Я нахожусь здесь на дрове, получаю руку Вастик из Пылы. То есть классика, да? Классика четырехсветных колод. Почему они проигрывают, да? Естественно, я это буду мулиганить. С мулигана мы видим шесть карт. Земль, вулкан, фичка, два пондера и Вастик. Ну, учитывая то, что у меня есть два пондера, собрать монобазу здесь можно будет, да? И есть какое-то существо в виде шамана. Ну, не так уж плохо, но и не так, чтобы суперски, да? Поскольку у нас нету ремувала. С Десентаксисом надо бороться достаточно быстро, да? И также, конечно, хочется получить ответ на Виаль. Вот, рука средненькая, но вполне нормальная. Вот тоже один из недостатков четырехсветной колоды. То, что вместо того, чтобы пондерами и другими брейнштормами, например, копать какие-то ответы на стратегию оппонента, иногда приходится вместо этого заниматься ерундой по сбору монобазы своей с помощью этих контрипов. Что не очень-то хорошо. Ну, ладно. В общем, на табдеке, благодаря скраю, я, естественно, оставляю вот эту руку, которую мы видим, да? Значит, благодаря скраю я вижу на табдеке Вейсленд. Я буду его убирать вниз, потому что Вейсленд здесь мне не нужен, мне нужна цветная мана или какие-то ответы, да? Вот, поэтому, в общем-то, вот такое вот решение. Понент мне на первый ход сразу же предлагает Виаль. Я табдекаю цветной сорс, это очень хорошо. И ставлю шамана для того, чтобы иметь возможность ускориться. Понент с двухман предлагает мне сразу же рип, да? То есть, вот, сразу же обесценил мне моего шамана просто на ура. Ну, зато неплохо, у него четыре карты. Вот, на своем ходу я поднимаю еще фичку. Все, то есть, мы понимаем, что монобаза собрана, и можно контрепиться до чего-то более вменяемого, да? Для каких-то ответов и ремувала. Благодаря Пондеру мы видим две иглы. И третью карту опять я не успел посмотреть из-за очень быстрого реплея в МО. Вот, иглы я буду оставлять, естественно. И немедленно их табдекать и ставить на Виаль, для того, чтобы оппонент не получил преимущество с Виаля. Максимум, что может нас ожидать сейчас неприятно, это Маму Рун. Но Маму Рун затыкаем второй иглой. И это очень хорошо, да? То есть, ну, поэтому достаточно хороший Пондер. Как говорил, ставлю на Виаль иглу. Атакую на один, потому что шаман уже превратился в бестолковый существу 1-2. Пондер предлагает мне Мистика. Мистика у нас идет в этот раз за Баттерскулом. Вот. Ну, более логично, да? Оппоненту надо закрывать игру. Но, учитывая, что у меня в колоде очень большое количество ремоула, Мистик План здесь будет, мягко скажем, не идеальный. Однако, мне надо этот ремоуал поднять, да? То есть, я поднимаю ожидаемую иглу. Второй Пондер приносит мне Стрикса, Шамана и Делвера. Это не тот ремоуал, которого я бы хотел. То есть, буду это, естественно, замешивать, потому что, конечно, у нас остается плей в виде иглы на Мистика, но, мягко говоря, это не лучшая цель для иглы, поэтому я, конечно, предпочитаю просто найти ремоуал, да? То есть, мне нужен болт, я поэтому оставляю красную ману на него, да? Или Дисмембер, который позволит мне, в общем-то, за любую ману сыграть. Ну, так что, вот такая вот история, да? Я буду это замешивать с рандомного Пондера. Мне приходит Брейншторм. Да, я вынужден его кастить. Только для того, чтобы в трех картах увидеть еще одну фичку Немезиса и Пондер. Ну, классика, да? То есть, с Контрипчика видим Контрипчик. Вот. Значит, на Тап Дек я буду отправлять Вастик и Фичку. Немезис мне в этой партии нужен, и сейчас я буду ставить вынужденно, как вам говорил, иглу на Мистика, да? Для того, чтобы не получить этот Баттерскоп. Сакаю Стрэнд. Собрал монобазу себе полную из трех цветов. Из четырех. Даже, да? Ставлю вот иглу на Мистика, передаю оппоненту ход. На своем ходу оппонент не поднимает Виаль на три. Вот Госкортер ломает мне красную ману. И оппонент предлагает мне Фликер Виспа, который почему-то убирает ему землю, да? Почему-то не убирает мне Фликер Висп иголку, которая бы затыкала Виаль. Странно. Возможно, у оппонента просто нет вторых кастов для того, чтобы их ставить. Мы точно знаем, что в трех картах у оппонента есть Баттерскул и две какие-то неизвестные, да? Ну, что ж, да, так бывает. Я на своем ходу тапдекаю Снапкастера. И вот у меня есть выбор, соответственно, в свою очередь. Либо играть Понзер в надежде поднять ремовал, или играть Немезиса, да? Ну, прежде всего я опять восстанавливаю свою шаткую монобазу. Здесь, конечно, я буду ставить Немезиса, потому что на Немезисового оппонента мало ответов. Ну, а Понзер можно реализовать будет и потом. Вот, оппонент мне предлагает еще один Вастик, второй, да? Значит, отрезает мне все-таки красную ману и предлагает мне второй Рип. Да, это, конечно же, тоже можно, неприятно, но терпимо. Значит, у оппонента есть Баттерскул и одна неизвестная, да? Мы знаем об этом. На своем ходу я тапдекаю Делвера. Это хорошо, потому что позволит мне сейчас реализовать Делвера, посмотреть с Понзера карты и понять, сможет он флипнуться или нет. Мне опять по-прежнему нужен ремовал на Фликер Виспа. И помимо прочего, мне, к сожалению, еще нужна земля, да, для того, чтобы стабилизироваться на третий цвет. На четвертый, да, на красный. Вот, значит, Делвер, Пондер нам показывает. В респонс Пондера оппонент пасит Делвера. Ну да, у нас нет базовых земель, это нормально. Зато мы знаем теперь точно, что оппонент остался только с Баттерскулом. Ничего я не нахожу. И мы видим ноллрод, фичку и еще одну нерелевантную карту. Значит, к сожалению, да, опять же, потому что я должен стабилизироваться по мане, я буду убрать эту фичку и, естественно, зашафливать ее, потому что на данном этапе ноллрод нам не нужен, но ноллрод я все-таки оставлю на этап деки, да, потому что оппонент может поднять красно-синий меч, и тогда, ну, нужно будет оставлять ноллрод для того, чтобы сразу же его заткнуть, да. Вот, но если он не поднимет сразу этот меч, то, соответственно, на урод я буду замешивать. Потому что пока демэдж рейс в пользу оппонента. У меня после атаки становится 12, а у оппонента пока еще 16, да, и я вынужден ссакать фички и лузать хиты. Нахожу недостающий красный источник, набегаю немезисом на оппонента. Оппонент у меня в 13, демэдж рейс по-прежнему на его стороне, но у меня есть делвер, который тут же получает, тут же получает сворд. Ну, да, так бывает, зато я похилял один хит. И вот на своем ходу оппонент поднимает, это просто какая-то феерия тап деков, именно поэтому я вам специально показываю эту партию, феерия тап деков. Оппонент сразу же находит решение на немезиса и удаляет его. Возможно, не знаю, насколько это было правильно. Может быть, ему более стоило убирать иглу, которая стоит на месте, для того, чтобы позволить ему здесь реализовать баттерскул. Наверное, это было бы более правильным решением, потому что баттерскул, в принципе, обыграть, конечно, можно в трехцветке, да, но в то же время надо еще как-то побеждать фликер виспа, а пока у меня решения на это нету, да. Тем не менее, оппонент боится у нас с немезиса, он сразу же с ним разбирается, да. Вот, ну и, собственно, налетает, фликер виспа продолжает, да, налетать. У меня уже 9, это остается у меня 3 тап дека. Вот, я ставлю в конце хода бесполезного снапкастера, да. Почему это дело? Потому что мне надо как-то наращивать агрессию. Значит, снапкастер уже точно здесь бессмысленный, потому что стоит 2 рипа, да. То есть, если я сейчас поднимаю дикей, один из рипов я ломать не буду, потому что, ну, это просто бессмысленно, да. Вот, и, а снапкастер, ну, да, флэшовое существо, поймать уже на атаке я никого не хочу. Это флэшовое существо, я буду, соответственно, ставить и пытаться оппонента тоже подгрызать, для того, чтобы, возможно, в дальнейшем перевернуть стол и рейснуть его. У меня есть рич в виде болтов, а у оппонента, соответственно, рича как такового нету, да. Поэтому вполне это может удастся, такой план. Набегаю снапкастером, оппонент не блочит, естественно, но в 11. Значит, соответственно, налетает обратно на меня фликер виспом. У меня уже есть только 2 хода на то, чтобы поднять ответ. И я поднимаю еще одного снапкастера вместо ремовала. Ну, да, так бывает, к сожалению. Несмотря на то, что ремовала в колоде очень много, особенно после сайтборда, обратите внимание, за эту партию не было сыграно ни одного ремовала. И ни одного ремовала мы не видели ни с одного из контрипов. А контрипов мы разыграли 4 штуки, да, то есть 3 пундера и 1 брейншторм. Ну, мягко говоря, нетипично, но в то же время, да, так бывает. Значит, набегаю, оппонент уже 9, вот, соответственно, на своем ходу оппонент задумывается. А, нет, в этот момент как раз-таки случилась неприятность с мода, она упала. Я был вынужден перестартовать, да. Ну, естественно, прогнозируемая атака на 3. Я уже в трех хитах, оппонент мне предлагает мистика. Мистик у нас идет за джитой. Вот, то есть мы знаем две карты оппонента. Это джита, баттерскул и одна неизвестная, да. И я на своем ходу поднимаю стрикса. Ну, вот ставить я вынужден стрикса. Стрикс мне приносит дикей, очень хорошо, да. То есть можно уже не разводить оппонента, что у меня есть бизнес на руке. Я выставляю, естественно, эту землю. Помню о том, что у меня есть тропик, да, в колоде еще один. Значит, поэтому, в общем-то, тут аккуратно тапываясь. Это, кстати, очень важное умение при пилотировании этой колоди. Запомните это, пожалуйста. Вот, оппонент же, соответственно... А, ну и я его атакую, продолжаю. Значит, атаковать. Оппонента 7. В конце хода оппонент мне предлагает очередной ремувал. Это у нас свардец в Сыча для того, чтобы иметь возможность как раз меня атаковать ровно на 4 хита, если у меня нет ремувала, да. Ну, вот, наконец-то мы видим, что ремувал у меня появился. Это один из кучищей ремувала, которые есть после сайдборда, да. На меня происходит атака в 7е. Блок сначала мистика, потом взрыв. За тропиком феечки убиваю вынужденно фликер виспа. Я в двух. Оппонент ставит мне G2. Я поднимаю 4-й пондер. И вот с пондера я вижу стрикса, изи статикастера и какую-то непонятную карту. Ну, статикастер здесь уже бессмысленный. И остальные карты, в общем-то, тоже. Мне нужен какой-то ответ на G2. Вот, потому что у меня 2 хита. И если сейчас G2 законнектится на существо, то и она получит каунтеры, то в игру, конечно, мне будет, мягко говоря, проблемно вернуться. Я зашапливаю этот пондер и с рандомного пошафла вижу Абраб Дикей. Ну, вот феерия тапдеков продолжается, как я говорил. Здесь, учитывая мои 2 хита и наличие дополнительных пасов от оппонента, я не пойду в атаку. Я буду оставаться здесь на двух блокерах, да. Вот, потому что не хочу спускать себя в хит. Там, может быть, еще у меня одна феечка. Вот, и я таким образом смогу найти последнюю оставшуюся землю в колоде. Цветную я имею ввиду. Значит, на свой ход оппонент не надевает G2, зато предлагает мне красодера. Ну, сильный заход, да, потому что, опять-таки, красодера блокать я могу только синими существами своими, да. Значит, а под G2 красодер, ну, просто страшен. Вот, он даже, если было большее количество хитов, он очень опасен. Не говоря уже о том, что на данный момент оппонент пытается разводить меня на блоке, да. Потому что ему нужно, чтобы я сдал от вас снабкастера, да. И таким образом у него получилось пройти в атаку красодером без блокеров, да. Ну, вот, я, соответственно, ставлю блок снабкастерам, это риск, вот. В конце хода все равно я буду играть снабкастера в качестве блокера, да. Значит, и вот это, на самом деле, не очень хороший плей, наверное, потому что, в принципе, если оппонент сейчас поднимает PTE или SWORD, неважно, снабкастера, да, то я, в общем-то, эту игру проигрываю, вот. Поэтому, наверное, надо было не настолько жадничать и оставаться со вторым снабкастером, оставаясь в хите, да. Вот, ну, да, ошибки бывают, да, то есть, как бы, никто их не лишен, вот. Ну, со своего хода я поднимаю статикастера. Немножко поздно, но, в принципе, тоже достаточно нормальный такой топдек. Вот, пока я еще жив, да, то есть, у меня есть блокер, если, значит, все пойдет не так, если у меня, если оппонент все-таки поднимет ремоул, то у меня есть блокер в виде статикастера. Вот, плохо, но что тут поделать, да. Значит, на своем ходу оппонент, оппонент цепляет джиту на красодера, идет на меня в атаку. Ну, это блок, вот, и я убиваю джиту дикерем, мне она не нужна совершенно, потому что, потом уже нельзя будет вернуться в игру, то есть, оппонента второй виаль, да, и вот мы помним то, что там еще подприсел у него на руке баттерскул. Вот, значит, ну, посмотрим, феерия топдеков продолжается, да, эта партия на этом не заканчивается. Я поднимаю болт, как хороший ответ на красодера, ну, мог, конечно, поднять еще немезиса, да, немезис у нас ушел, по-моему, только один, если мне не изменяет память, да, только один, вот. Вот, а болт это первый из четырех, ну, вот, да, вышло топдекнуть грязно, но для красоты партии, по-моему, вполне себе, да, передаю ему ход. Оппонент поднимает свои виали, не поднимает первый виали, оставляет его на двух, второй поднимает до одного. Идет на меня, естественно, обойми в атаку, это блок мистика и убийство красодера. Я думаю, что здесь, наверное, оппонента пригорает уже от того, как я поднимаю. А оппонента, кстати, приходит запланированной виали, те, которые ему не пришли в начале, да. На своем ходу я поднимаю второго шамана, и вот теперь уже будет хорошая возможность поменяться 0 к 1, да, это, я имею ввиду, блок мистика и застрел его статикастером, да, поэтому, ну, здесь, учитывая 7 хитов, естественно, я буду атаковать. Оппонента у нас в шести, и сейчас единственный важный момент, чтобы оппонент не топдекнул пятую землю и не поставил Баттерскул, потому что это, конечно, будет очень неприятно. Вот, тем не менее, оппонент не поднимает, кажется, пятую ману, передает мне ход, а я поднимаю дисмембер, как ответ, кстати, на мист, на, точнее, на этот самый, на Баттерскул, да. Иду в атаку, вот, оппонент у меня блокирует мистика, ну, и я, соответственно, реализую то, что я вам сказал, да. То есть я статикастером добиваю этого мистика. Виали поднимаются, 1, 2, 3 на виалих, да, но пятой земли оппонента нет. А я в наглую поднял Спилпирс, как ответ на Баттерскул второй, да, то есть у меня есть уже и ответ на Баттерскул в виде Спилпирса, и ремовал на какое-либо из существ оппонента. У него 6, у меня, это означает, что у меня 3 атаки, если не будет ремовала, и храбрые шаманы нападают даже из-под рипа на оппонента. Виали остается на прежних значениях, и вот поднимается пятая мана, оппонент пытается скастить Баттерскул, но нет, дорогой, это Спилпирс, верит апдеков, на своем ходу поднимаю еще один Спилпирс, вот, но он уже не настолько нужен, но тем не менее, почему бы и нет. И вот, значит, нападая на него двумя шаманами, оставляя его в двух хитах, то есть это все, это ровно атака на два, да, вот, оппонента спасает мало, малое количество карт, потому что, вернее, ну как, его спасает точно Крысодер, его спасает ремовал в одного из шаманов, да, вот, но все остальные карты, большинство из них отстреливаются с статикастером, поэтому они являются плохим ответом. И вот мы видим, что оппонент на своем ходу стоит Каракас и Талию. Ну, Талию, конечно, можно, статикастер расправляется с Талией, Талию баунстит с Каракасом, но это все не приводит, естественно, к успеху. Шаманы расправляются с оппонентом, вот еще один третий шаман стапдека. Вот такая вот фееричная смешная партия случилась, вот, надеюсь, вам весело было ее посмотреть. Накал страстей, как видите, был достаточно занятным, это видно и по таймеру, да, 4 минуты у оппонента, 4 минуты у меня до конца времени. Вот такие вот смешные партии, надеюсь, вас это улыбнуло. Спасибо за просмотр!